Добрый день дорогие друзья! Евгений Гордеев из Славного Города Героя Смоленска Друзья мои, мы все конечно помним те незабываемые дни, часы, минуты когда мы все переживали за пропавшую в Темкинском районе Смоленской области 17 августа нынешнего года девочку Людочку Кузину которой всего один год и 10 месяцев и вот она заблудилась где-то в дремучем лесу и 4 дня и 3 ночи отсутствовало, на четвертый день ее волонтеры отряда поисково-спасательного отряда Сальвар обнаружили в буреломе, в чаще она жива и невредима, она прошла детскую реабилитацию, она на днях выписана из больницы мать увезла ее сначала вот в эту вурочище, где находится их дача а где их ожидала бабушка и старшая дочка 4-летняя и оттуда сказала, мы поедем домой в город Обнинск, Калужской области то есть, где уже ожидает, видимо, любящий и любимый муж кузин Никита Владимирович ну вот такая история и, значит, обрадованные нахождением, здесь обрадованные нахождения дачушки, родители высказали, что они 20-го числа, это день обнаружения в лесу их малышки 20-го числа ежегодно будут дарить сальваровцам подарки слава богу, хэппи-энд ну вот, в информационном агентстве о чем говорит Смоленск появилась 24-го августа такая статья ну, я не знаю, зачем она вообще, так сказать, появилась и зачем копали глубоко семью эту может быть, это, так сказать, журналистская привычка а может быть, это как-то вяжется с самим фактом пропажи или не пропажи, допустим, Людочки то есть, вяжется с тем, что с ней случилось с этой трагедией а может, и не трагедией но вот в этой статье которая, как бы, называется отца спасенной в Смоленской области годовалой девочки заподозрили в живодерстве ну, страшновато, честно говоря страшноватое как бы начало как бы заглавие статейки вот, и дальше здесь рассказывается, что этот вот Никита 33-летний он 4 ноября 4 ноября 1988 года рождения Никита вот Владимирович Кузин отец этой девочки он ой, даже как-то не верится азартно убивает птиц и грызунов участник закрытых разделов живодерского сайта ну, живодерский сайт этот мы нашли, как бы сайт называется Ганза и здесь в разделе охотник зарегистрирован вот Никита Кузин то, что это он там и фотографии есть и есть его данные личные то есть, что это он как бы сомнений не вызывает но вы знаете, что там, значит, в основном 2008, 2009, 2010 года публикации то есть, его там отчеты, как бы если это его, просто я говорю отчеты вот этого Кузина Никиты Владимировича с такой же датой рождения и с местом жительства Обнинск отчеты о вот этих вот вылазках об охотах этих сколько кого подстрелил фотографии там грачей каких-то других птиц грызунов каких-то окрывавленных он там с какой-то великолепной такой длинноствольной пневматикой с ружьем таким причем с оптикой с оптическим прицелом на фотографии изображен ну солидный такой мужчинка но нам сказали что он является ученым он в Обнинске там видимо на коллайдере на этом на ускорителе частиц работает физик ядерщик солидно конечно физикам ядерщикам тоже надо расслабляться так сказать надо иметь какую-то отдушину может быть она заключается в охоте но я что-то трудно представляю себе что физик ядерщик значит а ну последняя дата как бы там вот регистрация написана вот где его данные там в восемнадцатом году это двадцатого января две тысячи восемнадцатого года то есть как бы не совсем недавняя но еще до рождения видимо вот Людочки может после рождения Людочки он перестал так сказать заниматься этой хренью но вот поэтому меня берет сомнение сильное значит что физик ядерщик значит там он описывает как он часами гнялся значит и седьмого или восьмого раза только застрелил мышку на помойке значит мышка скреблась на помойке вот он начал ее на нее охоту значит я себе представляю значит эту общественную помойку эту мышку и этого дядю значит здорового с винтовкой пневматической и он значит с азартом гоняет вокруг помойки шерудит в помойке спугивает эту мышку гоняется за ней в конце концов седьмого там он пишет или восьмого раза все-таки я ее завалил убил и показывает на ладони это несчастное создание я тоже так сказать за то чтобы грызунов уничтожали но какими-то цивилизованными может быть способами а про птиц я вообще молчу так сказать кто дал право тем более там говорят что где-то на территории Обнинского детского сада кто-то из пневматики валит грачей ворон и других так сказать пролетающих и сидящих на деревьях птиц это вообще а вдруг ребенка так сказать а вдруг придет в голову что а что я птица так мудрак я по детям попробую ну не верю я понимаете что солидный ученый физик-ядерщик ну возьми ты значит ружье а у него там две два пневматических числица ишь какой-то 60 по-моему еще что-то вот то есть они не охотничьи как бы ружья вот а для таких вот типа забав не за ним а за тем Никитой которого мы как бы которого вот журналисты ассоциируют с отцом девочки потому что я этого сказать не могу и не собираюсь так сказать я просто говорю о том что что опубликовано что я с вами глазами видел что это опубликовано вот и я сомневаюсь чтобы солидный физик ядерщик значит в свободное время вместо того чтобы с семьей там отдыхать чтобы растить деток читать им сказки гулять по детским площадкам он значит берет вот эту пневматику и прямо в городе Обнинске в городе физиков ядерщиков таких же как он ведет охоту значит на живность какую-то понимаете сегодня птички и зверушки мелкие грызуны а завтра кошки и собаки начнутся понимаете и так далее это ну уму нерастяжимо как говорила моя доченька Юленька когда была маленькая а я сейчас говорю уму непостижимо и пускай даже и нерастяжимо то есть трудно поверить в это вот такая информация друзья я не знаю вы сами посмотрите на эти вот найдите эту публикацию в информагентстве о чем говорит Смоленск найдите значит тот живодерский сайт Ганза посмотрите эту страницу за 20 января 18 года посмотрите там отчеты может быть наберете где он там фотографии посмотрите которые там есть где этот Никита Кузин из города Обнинска тоже 18 года 18 88 года рождения показывает и напишите свои комментарии под моим роликом что вы все обо всем этом думаете ну а я повторяю значит в предыдущих роликах я говорил что я лично не верю не верю в то что девочка 1 год и 10 месяцев Людочка могла сама дойти за 4 километра по бурелому по лесу через корни через тернии залезть в какой-то бурелом и там дожидаться прихода спасателей и вот спасатели пришли услышали какой-то писк значит крикнули услышали в ответ снова писк разобрали этот бурелом а там Людочка значит у которой кстати значит на ножках нет ни ушибов ни ссадин ни уколов а она была босиком я вот в это не верю и значит если у кого-то если бы у следователей была задача проверить достоверность вот этого происшествия то я думаю то я думаю что они бы установили что девочки девочку туда подбросили вот чем она питалась что она пила что у нее в крови за вещества и что в моче что у нее в содержимом желудка неизвестно и вряд ли кто будет этим заниматься есть эйфория от ее счастливого нахождения есть эйфория от подвига волонтеров сальваровцев возглавляемых героем Василевичем героем руководителем сальвара Василевичем есть значит эйфория от следователей Уханова это руководитель следственного комитета управления следственного комитета России по Смоленской области кстати я добавляю что вот следователи участвовавшие в поиске во главе с Ухановым побывали значит в больнице когда на реабилитации лежала Людочка и так сказать вот все это зафиксировано показано рассказано об этом то есть все 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 прекрасно кроме одного моего неверия а может быть и вашего неверия друзья в то что Людочка совершила подвиг больше чем подвиг сальвара и подвиг ухановских бойцов следователей вот она а кстати нам чтобы оправдать значит почему так могло быть нам рассказали что Людочка значит владеет лыжами уже коньками в своем возрасте но дело в том что речь-то об августе значит значит если она в минувшую зиму уже каталась на лыжах и на коньках то ей было всего лишь годик вы представляете эту лыжницу эту конькобежку годовалую а сейчас нам говорят что все это стало возможным потому что она они ее тщательно закаливали и много-много с ней ходили ножками ну что ж друзья посмотрите как мама несет эту девочку она вообще похожа на грудничка на грудничка по своим размерам габаритам по своему может быть поведению даже больше чем на лыжницу конькобежку и ходока по темному лесу по лесу когда вот там кстати уже наши зрители мои зрители посмотрели в те дни значит 11-12 градусов ночью было так сказать температура опускалась она значит девочка закаленная она девочка которая может без питья и без еды по трое суток по четверо находиться она девочка которая не боится темноте значит и рыка диких зверей которых полным-полно в чащах темкинских но вот она выжила и это главное я поздравляю семью кузинах с обретением утраченной по глупости матери дочери и желаю Людмиле Людочке здоровья и счастливой безбедной жизни уже когда взрослой жизни взрослой жизни ну и детства естественно счастливого босоногого детства с вами был друзья Евгений Гордеев из Славного Города Героя Смоленска друзья мои если у кого-то есть желание помочь моему приюту Коту Вася то вы найдете под каждым моим роликом ну почти под каждым атрибуты для проявления вашего чувства доброты и кошколюбия спасибо всего нам всем доброго пока